Ай, как хочется всё вот это вам передать. Вот эти горы наши древние, озёра древние ирландские. Мы не умерли на святой земле, мы не остались там мыслью, мы не скучаем по Иерусалиму, мы открываем новую святую землю. И я не шучу и не преувеличиваю и не приукрашиваю. Ирландская земля – это святая земля, и мы в этом убеждаемся каждый день. Здесь столько сюрпризов для нас оказалось. Прежде всего, это древнейшая христианская история. Эта земля наполнена древними святыми, которых были многие сотни. И здесь буквально нет горы, нет ни одного места, ни одного озера, где ты не найдёшь следы древних подвижников. Ну вот, люди плавают здесь, хоть озеро, в принципе, вода тут не самая тёплая, но очень приятная. Тем не менее, есть люди, которые не опускают, не пропускают даже ни одного дня. Купаются здесь каждый день. И чувствуется, что это не только как бы спортивный труд, это некое тоже приобщение к этому месту. Всё, что мы знаем, конечно, в основном – это пиво, весёлая музыка, дискотека, клубы, пабы и так далее. Но это в основном в городах. А так, большинство аутентичных ирландцев – это люди, которые любят что? Спорт, разные виды спорта, сельской жизни, путешествия, кемпинг. И вот это и есть, вот это Ирландия, вот та настоящая. Да в Ирландии больших городов-то раз-два и обчёлся. В основном эта страна у нас сельская, и люди здесь, живущие, тяготеют на 90% к нормальной, простой, честной жизни, близкой к природе. И что совершенно нас поражает, похоже, у каждого почти человека здесь главное кредо и главный девиз его жизни – это «Будь добрым к окружающим людям». И вот мне кажется, что вот эта доброта, она каким-то образом исходит от этого места. Вот эти горы, например, связаны с древнейшими историями, легендами, мифами, особенно с Кухолиным. Всеирландский герой, который формировался, его личность формировалась именно здесь. И у подножия Сливгули он также основала в V веке монастырь Святая Преподобная Манина. Таким образом переплетаются дохристианская и христианские истории. Вот так можно посидеть у могилки Великой Подвижницы, Святой Преподобной Манины. Здесь, в Ирландии, не принято строить богатые часовни, богатые храмы над гробницами святых угодников. Да, когда-то их мощи лежали здесь в храмах, конечно, но это было до XVI века, до английской реформации. Протестанты, к сожалению, прекратили почитание мощей, они гнали католическую церковь, и немногие мощи сохранились. А вот могилки святых сохранились, и при том вот в таком простом, совершенно природном виде. И можно посидеть, посмотреть на горы, побыть рядом со святой, помолиться, все и рассказать в простоте кладбища. Почему здесь кладбище? Да потому что, когда разрушили протестанты, существовавшие здесь много веков, начиная с V века до XVI монастырь, то народ, чтобы не забылось это место, стали просто здесь хоронить. И таким образом приходили сюда молиться. Не было денег у них опять построить здесь монастырь, да и правительство не разрешало новая британская власть. А вот молиться и хоронить умерших никто не запрещает. И вот так приходили люди, хранили память о том, где была похоронена святая Мунина, древняя каменная плита простая, и ставили новые-новые кресты над могилами своих родных. Потрясающе, трогательно, до слез. Тут надо сказать, что кельтское христианство и даже кельтский католицизм, он настолько находился в подполе, что даже когда уже прекратились гонения на официальную католическую церковь в XIX веке, когда возродилось католичество, возродилось же в каком духе? В духе именно европейском. То есть, получается, усиленно как бы отправили из Рима почитание там святого Франциска, святая Клара, Сент-Клэр, Санта-Клара и так далее. И официально не было никакой поддержки вот таких святых, как Мунина, как, например, местные святые ирландские, которые как бы почитались в каждом селе, в каждом месте как-то передавалось это из поколения в поколение. То есть, это никаким образом не было часть какой-то там пропаганды от официальной католической церкви. Люди, которые даже хоронили память этих святых, это были люди, которые именно их интересовало кельтское местное христианство, в том числе даже участвовали протестанты даже в консервации памяти. А у людей, живущих прямо здесь, как они сохранили память? Они хотели хоронить своих близких на месте, где старый храм был, где старый монастырь был. Вот это место хоть может быть для людей, которые привыкли, я не знаю, к святыням там Греции, Святая Земля, России и так далее. Это выглядит очень бедно. Но на самом деле этот монастырь, а мы стоим на территории монастыря, 5 века, 5 века, фундамент храма здесь из 5 века. Однако самая древняя часть, которая все равно сохранилась здесь, ну, благодаря память людей, которые не снесли полностью все здания, все камни, они же могли использовать кое-что, может быть, для своих нужд, но они оставили наиболее древнюю часть, которая сохранилась, 9 века, 9 век. Да, в 9 веке не только началось тут христианство, как, например, среди славян, когда Кирилл и Мефодий только начали свою деятельность. Здесь уже существовала на уже несколько столетий довольно крепкая традиция, которое было разрушено уже, вот, ну, не разрушено, но было, получило очень большой удар от викингов в 9 веке. Вот это то, что осталось, древнейшие ворота. Я помню, как еще в Иерусалиме нас с Рафаэлом поражал простой и внятный голос древних камней, камней, свидетельствующих о молитве, поклонении людей. Людей из тех времен, когда христианство не было спущено сверху приказом императора, когда нация не была крещена огнем и мечом, когда люди просто были христианами до разделения еще церквей. Ведь здесь, в Ирландии, христианство когда началось? В 4 веке, фактически еще до Константина Великого, до христианизации Римской империи. Здесь уже были первые проповедники. Ну, конечно, в основном миссия святого Патрика, да, это уже 4-5 век. А как Патрик проповедовал? А вот так. Вот он, наш ирландский шемрок, трелесник, клевер. Вот он срывал его и объяснял людям, что вы любите природу, вы поклоняетесь богам, которые живут у вас в горах, в долинах, в деревьях, духом. Так вот, есть Творец, который создал это, и он триедин. Здесь сразу было тринитарное богословие, фактически, еще до Вселенских соборов. А потом вот такие простые кельтские кресты. И когда смотришь на огромную историю христианства, христианской церкви, богатую историю, конечно же, очень важную, нужную, но все-таки очень сложную. Думается, что сейчас, в последние времена, наверное, христианам действительно нужно припасть вот к такому простому каменному кресту и вспомнить, что такое быть христианином. Что христианин – это ученик Христов прежде всего. И только потом уже русский, украинец, серп, грузин, ирландец. У ирландцев христианство не националистическое, не национальное. У них просто христианство, и это чувствуется здесь во всем. И, наверное, именно поэтому православные так уютно и хорошо чувствуют себя в этой стране. Православие в Ирландии на сегодняшний день – это действительно уникальный, уникальнейший феномен, который в чем-то тоже очень напоминает состояние, в котором было православие и католицизм в первом тысячелетии здесь, в Ирландии. Здесь опять все начинается как будто вот с апостолских времен. Из осознанных христиан, которые собираются вместе, молятся вместе, без священника иногда, потом уже как бы вот рукополагаются священник или отправляют ним, чтобы время от времени был какой-то священник из Англии или из Европы, который бы служил для них литургией. Люди все равно собираются вместе. Получается, это не зависит от решения того или иного церковного администратора или начальника. Более того, если какой-то администратор или начальник уберет священника или скажет, все, этот переход больше не существует, он будет продолжать существовать, потому что люди будут все равно друг друга писать, они все равно будут общаться и все равно найдут какой-то епископ, который им тоже благословит, молится и так далее. И вот благодаря такому устройству церкви здесь, в православных приходах, сохраняется вот эта чудесная совершенно простота, простота и интернациональность. То есть прежде всего нужно сказать, что приходы здесь, хоть и могут называться грузинская православная церковь или румынская, или вселенская, греческая, русская, московская патриархия, все равно приходы все интернациональные, международные. То есть как минимум 5-6, а то и 10 национальностей будет в одном приходе. Священники, как правило, служат, смешивая разные языки. Исходящим Бог, и же соцсенцем, споклоняемый славянам на Божьего Пророки, воедину святую и субордную апостольскую церковь, исповедуя единое крещение обосновлением греков, чая воскресенье мертвых и жизни будущего века. Аминь. Несмотря на все страшные события сейчас на Украине, здесь в одном православном приходе совершенно спокойно рядом стоят и русские, и украинцы. И молятся вместе, и во многих приходах поют, например, по-украински, или читают «Отче наш» на украинском языке, хотя приход не имеет отношения к украинской православной церкви и так далее. Здесь православие выше национального. Это действительно так. И само устройство храмов. Здесь мало у какой общины православной есть своё здание, своё помещение. Ну, у некоторых есть, например, как у Вселенской Патриархии, храм Благовещения, о котором мы много раз вам рассказывали. Да, этот участок земли ещё в 80-е годы греческие эмигранты, бизнесмены выкупили и построили прям настоящий маленький греческий православный храм. Но это всё-таки случай редкий. Чаще всего православные служат здесь в протестантских или католических часовнях, договариваются с протестантами, с католиками. Здесь храмов очень много, и не во всех прямо служба идёт каждое воскресенье. В каком-то большом храме в деревне она идёт, а в часовенке не идёт. И туда пускают прекрасно православных служить. И вот за час до службы приходят женщины, мужчины из прихода, кто-то подсвечники выносит переносные, которые там в коморочке прячутся, иконочки бумажные вешают, свечечки, которые до этого по интернету заказали, кладут, чтобы за копеечки у нас символическая цена за свечи совершенно могли люди купить, поставить. И так далее. Кто-то приносит просвору и вино, кто-то поёт, кто-то читает. Сами прихожане, священник тоже один из нас. Здесь это невероятно ценно, потому что здесь люди делают это от сердца, потому что они очень хотят быть с Богом. И не потому что они хотят быть в национальном клубе или не забыть Родину. Нет, потому что они хотят Христа. И вот это здесь потрясающе совершенно. Именно поэтому, мне кажется, жизнь первых подвижников, египетских, палестинских и, конечно, ирландских, потому что это всё одно движение на самом деле. Почему это так важно для нас сейчас? Не обязательно в том, что мы будем такие же подвиги, как они делали, будем так же поститься или отречёмся от супружеской жизни. Я не об этом. В наши дни, к сожалению, даже уход в монастырь не спасает человека от участия в мирские дела, в официальности, в идеологическое христианство и так далее. Наоборот, даже они иногда более подвержены этому. Я имею в виду независимость. Изначально монахи почему ушли из города? Почему не хотели участвовать в гражданской жизни? Почему они не хотели служить, не хотели служить даже в императорской, христолюбивой армии и так далее, и так далее? Потому что они видели несоответствие между вот этой империей, которая была создана Константином, и заповеди Евангелия. А для того, чтобы не полностью прорваться как бы вот с их братьями, они решили просто удаляться и жить по заповеди блаженства, согласно с то, что написано в Евангелии. И вот как раз это, даже в либеральное общество, даже в свободном современном мире, где царит капитализм, разврат и так далее, человек имеет вот эту свободу удаляться внутри, даже живя в городе или в поселении. И вот быть действительно, постараться действительно следить за заповеди Христова. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А здесь, в Ирландии, был еще один мотив ухода в монашество. Я готовилась вот к лекции, которая очень удачно прошла на сайте ТОПОС. Огромное спасибо той небольшой, но очень теплой аудитории, которая на лекцию собралась. Кстати, можно купить лекцию в записи. Лекция называется «Ирландские святые первого тысячелетия». И под этим видео в описании есть ссылочка на нее, всего 350 рублей она стоит. И вот, готовясь к этой лекции, я очень глубоко погрузилась вообще в тему ирландского монашества и прочитала интереснейшие вещи. Во-первых, монашество, оказывается, было очень органично кельтскому характеру. Дело в том, что кельтам древним, но и современным ирландцам тоже присущи два противоположных таких элемента в характере. Во-первых, они люди очень горячие, темпераментные, решительные, до христианизации Патриком они были еще и очень воинственными. А с другой стороны, знаете, такая кельтская тоска, вот как у нас есть русская тоска, некая меланхолия. В древнеязыческой кельтской религии, в их мировоззрении было очень сильным понятие вечной жизни, загробной жизни. Они в нее верили, и поэтому здешняя временная жизнь не имела для них такой большой ценности. У них постоянно была вот эта тоска по-вечному, даже у кельтов-язычников. И, естественно, с принятием христианства они как будто бы открыли для себя прямую дорогу. Так вот, что нужно делать! И поэтому в монастыри здесь уходили просто целыми семьями и в V, и в VI, в общем, до IX века. Викинги, конечно, очень большой нанесли удар. И что тоже интересно, монахи не брались за оружие, они не защищали монастыри, святыни. Да и миряне тоже. Период викингов IX-X век дал огромное количество мучеников, потому что христианство здесь было евангельским, не имперским. Ирландия никогда не была в первом тысячелетии частью империи. Она сохраняла свою свободу, независимость, и поэтому христианство здесь было не имперским, а сугубо евангельским. В общем, массу открытий я совершила, и очень приглашаю вас на лекцию в записи, и скоро выйдет вторая часть продолжения по просьбе небольшой, но горячей аудитории. Ну вот и все необычные мысли, которыми мы хотели поделиться с вами сегодня. Мы надеемся, что мы еще много чего вам покажем и расскажем, что будет на это время силы и возможности. В общем, друзья, до свидания, до новых открытий!